Тайные легенды Сергея Вапасада – это 20 увлекательных историй о нашем городе, которые описал в своих рассказах краевед Александр Рдултовский. О новой книге рассказал автор идеи, руководитель проекта и редактор издания, депутат Государственной Думы Сергей Пахомов в нашей специальной рубрике «Слово в слово». Сергей Александрович, добрый день. Наша встреча проходит в замечательную дату. 23 апреля отмечается Всемирный день книги и авторского права. И у меня в руках замечательная книга, еще пахнущая типографской краской, «Тайны и легенды Сергея Вапасада». Мне бы хотелось узнать, как давно появилась идея создания этой книги и вообще с чего все начиналось. Ну, я сейчас не готов точно вспомнить, когда мы решили делать именно эту книгу, но в целом о том, что дефицит вообще изданий каких-то интересных по Сергею Вапасаду, по сути, по городу, который имеет такую гигантскую историю и огромное количество очень много интересных фактов. То есть книг у нас не так много. И это понимание у нас было уже достаточно давно. Я сейчас не припомню, но мне кажется, с момента последнего издания вообще о Сергееве Вапасаде прошло уже достаточно много времени. Это была хорошая книга про улицы. А материалов у тех людей, кто занимался нашим городом, кто в истории неплохо разбирается, кто в архивах работал, таких материалов на руках сейчас предостаточно. Поэтому мы в целом решились на такую пробу сделать первую книжку, такую легкую, абсолютную для прочтения, такую книжку на несколько буквально вечеров. «Тайные легенды» Сергея Вапасада. Наверное, там о содержании нет смысла сейчас говорить подробно. Мы как только сейчас режим самоизоляции будет отменен, мы организуем нормальную презентацию, расскажем, покажем о своих планах, расскажем про книжку, про ее содержание. Но в целом я просто могу сказать, что это такие интересные 20 очень интересных, необычных историй, о которых раньше многие слышали. Какие-то забавные, какие-то грустные. На какие-то вопросы по нашей истории мы можем найти ответы. Какие-то остаются без ответов в этой книге. Но это в целом просто хороший, добрый, добротный материал про наш город. Первый, очень хорошо сделанный. И мы все-таки планируем серию книг. Не серию книг о «Тайных легендах» Сергея Вапасада. А, конечно, правильно было бы дать возможность тем людям, у которых сегодняшний день есть материал, исторический в первую очередь, про Сергея Вапасада, дать им возможность быть опубликованными. Вот такую работу мы, собственно говоря, и начали. Над этой книгой мы работали чуть дольше, чем, наверное, нам хотелось бы. Но она первая. Мы очень аккуратно к ней подходили, очень внимательно все выверяли. Есть коллектив авторов. Но сама идея, мне кажется, имеет право на жизнь. И я не исключаю, что после презентации мы, наверное, подумаем, может быть, о каком-то ином издательском формате вообще для нашего города. Ну, так правильно было бы, мне кажется. Отрадно слышать, что это первый шаг для создания такой полноценной летописи Сергеева Вапасада. В основу этой книги легли материалы краеведа Александра Борисовича Рдултовского, которого мы все очень хорошо знаем, и как ведущего мероприятия в библиотеках и домах культуры, и как экскурсовода. У него очень интересный есть проект, когда он от библиотеки Розанова водит экскурсии. По какому принципу отбирались материалы? Потому что, насколько мы знаем, Александр Борисович, у него очень много интересного собрано, документов, фактов, историй. Почему именно эти 20 историй попали в эту книгу? Ну, во-первых, они ему показались самыми интересными. То есть здесь, знаете, каждый должен все-таки заниматься своим делом. Я могу судить с точки зрения читателя. Я почитал, мне понравилось. Но все равно специалисты, те люди, с которыми мы и дальше будем работать, конечно, они в большей степени специалисты. Поэтому здесь был некоторый коллектив у нас рабочий. И мы просто посоветовавшись остановились именно на этих произведениях. Но, конечно, в основу легло мнение именно основного автора. Хотя были люди, кто еще принимал участие в этой работе. Конечно, мы о них тоже должны будем в свое время сказать. Потому что это будет костяком, основой нашей будущей работы. Но, опять же, я так сейчас уверенно говорю. Но мы посмотрим, как будет воспринята сама эта книжка. В первую очередь здесь, в Сергиево Посаде. Среди тех, кто хочет, знает, кто интересуется историей и городом. Если она будет воспринята тепло, и мы поймем, что вообще, в принципе, этот формат... Вообще, книги сегодня о городе востребованы. Конечно, мы будем работать дальше. Но вместе с тем, еще раз вернусь к тому, о чем все-таки я говорил, мы сегодня... Нам необходимо сохранить вот тот материал, который наработан нашими известными местными историками, краеведами. Но, конечно, он должен быть переработан в простой, понятный, интересный для чтения язык. Материалов много, и в архивах можно тоже много материалов сегодня найти. Но вот перевести его, положить на страницы книги, чтобы это было интересно, тоже не каждому под силу. Поэтому тоже работа такая очень непростая. Но книг очень мало про Сергиев Посад. И в основном это какие-то презентационные издания, связанные с Троицей Сергиевой Лаврой. И, вне всяких сомнений, Троицей Сергиевой Лавры — это основная наша достопримечательность. И все, что связано с религией, с церковью и так далее, и так далее. То есть сеть вот таких точек притяжения, когда же о них надо писать, и они мифологизированы, и над этим надо работать. Но если посмотреть на историческое развитие этих территорий, даже, ну, конечно, вне контекста Русской Простановной Церкви это сложно сделать, но в любом случае истории вокруг этого, они очень интересны. Но у города есть история своей жизни вокруг, например, Троицей Сергиевой Лавры. Об этом тоже надо говорить, и там тоже очень много интересных событий. И вообще, если говорить честно, то основные-то события происходили все-таки не внутри, а снаружи. И мы должны делать это доступным, удобным для чтения, понятно. Мы должны это издавать. Вот это скорее была основной идеей. То есть не идея издать одну книгу, а идея попробовать и не побояться шагнуть дальше. Дальше и дальше развиваться можно до бесконечности. И сейчас о таких внутренних своих эмоциональных планах не стал бы говорить. Там придет время, мы, наверное, тоже о них объявим. Но в целом эта история, конечно, про развитие, про будущие книги, про будущие материалы, интересные, связанные с историей, вот с городом. По крайней мере, пока вот у меня внутреннее такое убеждение, что так надо сделать. Ну, каким будет следующий шаг, я так понимаю, пока секретов раскрывать не будем? Секретов мы раскрывать не будем. С одним давайте пока закончим. Посмотрим, как он будет принят. Но я могу сказать, что уже две книги еще находятся в производстве, уже в процессе. И это будут такие два абсолютно не такие издания, абсолютно не об этом. Такие чуть взрослее, может быть, книги интересные, в том числе и для ценителей, для коллекционеров. Но это, еще раз говорю, это только значит то, что мы должны найти в себе силы, возможность сделать как можно больше книг, пока мы можем. У нас есть отличная типография теперь в городе. Кстати, эта книга отпечатана в типографии Трои Церковой Лавры. Очень хорошее качество, два варианта, глянцевая, матовая. Отличная бумага, отличное качество. Очень быстро сделали. То есть, в принципе, нам теперь не надо искать типографию. У нас это тоже теперь все, собственно говоря, под рукой. Но, конечно, дело это в целом не дешевое, издавать книги, печатать. Но оно того стоит. Мы должны историю свою знать. А для того, чтобы мы ее знали, она должна быть интересно подана. Вот об этом идет речь, о том, что именно вот такое простое для... То есть, книги для простого читателя, а не для научных работ и изысканий. То есть, мне больше, ближе мне, конечно, книги написаны вот таким языком, где не так много документов, где много фотографий, где много интересных фактов. Вообще, которые простым, понятным языком написаны. С этим сейчас проблема. Ну, вообще, в целом сложно найти такие книги. Но, вот, мне кажется, мы должны этим заняться. Но это и писателям тоже нужно задуматься о том, чтобы они излагали свои материалы таким языком, чтобы они были доступны современному человеку. Доступны, интересны, легко читаемы. Нет никакого смысла массово печатать книги на полке, ну, которые просто будут стоять никто-нибудь. У меня тоже достаточно таких, которые для мебели предстоят их. Читать невозможно, язык сломаешь, как говорится. Мне бы все-таки хотелось, чтобы жители, как минимум, Сергеево-Пасадского района, получили возможность взять доступную книгу и что-то интересное узнать о нашем крае, об его истории. Вот это основная задача. Ну, и, конечно, гости наши, приезжающие в многочисленный Сергеево-Пасад, тоже должны иметь возможность увезти с собой отсюда не просто презентационную книгу, в которой по диагонали расписано все 700 лет больше истории нашего района в нескольких фактах точечно. Житие Сергия, осада Лавры, революция, строительство двух крупных предприятий. По большому счету только об этом сегодня мы знаем и среднестатистический житель может рассказать. Но история, она гораздо интереснее, гораздо важнее, гораздо примечательнее. И о ней тоже надо знать. Такую задачу, наверное, нам стоит себе поставить, если эта книга найдет читателя своего, будут какие-то позитивные отзывы о самом факте. Содержание — это всегда на любителя. Я вот прочел с удовольствием еще на моменте, на этапе ее подготовки. Я с удовольствием за несколько вечеров прочел. Ну, интересная история, абсолютно легкие. Это не литература, не претендующая на какую-то суперглубину. Это просто интересное чтило. Наверное, такое выражение, не знаю, обидное это может или нет, для авторов непосредственных. Но это такое хорошее, доброе, понятное, легкое книжка, почитать ее на несколько вечеров. А может быть, потом в какой-то момент времени еще раз достать на любой открытой странице. Еще раз прочесть. Вот задача. Я считаю, что мы ее выполнили и посмотрим. Кроведение — это вообще удивительная сфера. И журналисты, когда снимают фильмы документальные о родном городе, и писатели, когда пишут книги, понимают, что так же, как и археологи, чем глубже копаешь, тем больше интересного вскрывается. Вот лично для вас, когда вы прочитали эту книгу, были какие-то истории, которые вас удивили? Вскрылись какие-то факты или личности, о которых вы прежде не знали? Я могу сказать, что даже я человек, который сейчас уже достаточно подготовлен в этом плане, и, наверное, тоже могу уже экскурсии водить не только по Троек Сергееву Лавру, но и по городу, и часами рассказывать историю, интересные факты и не очень. Но 80% из того, что в этой книге написано, я тоже не знал. Всего невозможно узнать. История нашего города, ее и будут еще изучать на 10-м столетиями. То есть, в принципе, это огромная площадка для работы историков, это огромная площадка для работы краеведов. Но край край родин. Все мы любим своей малой родины. У Сергеев-Пасад особенный город, в котором происходили особенные события для страны. Их было много, в том числе поворотных событий. И это нужно все изучать. Об этом огромное количество документов. Ну, естественно, чем раньше они были, тем меньше документов. Но все равно упоминание. С этим еще можно и можно работать. То есть, ну, еще раз повторяю, у наших местных коллег-историков огромное количество материала на руках, который неплохо вы перерабатываете. В том числе и, кстати, фотографические материалы. Здесь много старых фотографий, карт, зарисовок, рисунков, фотографий и так далее. Но это мы еще не берем архивы Троицерского лаура, в которых можно погрязнуть навсегда и остаться в тех интересных вещах, которые там есть. Этим надо заниматься. Я на 100% уверен, что эта работа будет востребована. И это очень интересно. И если мы ее сможем наладить, вот так, системно, хотя бы, там, одну, две, три книги в год выпускать, разные, я сейчас не говорю о том, что нам необходимо там всю историю, мы готовлюсь дать в Сергееве Посадка. Вообще было бы идеально, конечно. Наверное, рано или поздно появится человек, который сделает это дело в своей жизни. Мы ему будем благодарны, и все потомки, за то, что это будет сделано. Но это гигантская работа. Когда я говорю об истории, мы не должны замыкаться только в истории. У нас есть разные авторы, поэты, люди, кто прозу неплохую пишет. В принципе, надо развивать вообще литературу. Абсолютно неудивительно, что вообще исполнительная власть не всегда для этого есть тело. Руки доходят, потому что других текущих вопросов много. Но это и не ее забота. Это должны сделать люди, которые чуть послободны. Я думаю, что если у нас с этой книгой получится, мы соберем какой-то пункт заинтересованных людей, которые смогут эту работу на какие-то системные рельсы поставить. Если это получится, будет очень хорошо. Я, по крайней мере, буду очень доволен. Сергей Александрович, вы сказали, что эта книга должна цеплять читателя. Скажите, пожалуйста, вас лично какие из этих историй наиболее зацепили? Или удивили? Книга должна цеплять любая, любая читателя. Ну, знаете, много, на самом деле, интересных историй. Кто-то не сможет пройти мимо истории про клад где-то на Сапеге, например. Мы слышали раньше, с детства, о том, что он приготовил для Марины Минишек, когда очень хотел, чтобы она стала его женой, несмотря на все перипетии тех лет, он приготовил для нее большой объем драгоценностей, новорованных, кстати, тоже где-то здесь по окрестностям. Ну и потом, когда она ему отказала, этот клад куда-то пропал. Ну и, в общем, существует мнение о том, что он где-то здесь недалеко закопан. Вот про это написано тоже. Сразу хотел бы, может быть, кого-то разочаровать. Карта сейчас не приложена. Определено конкретное место, которое уже там вдоль и поперек ископано, в котором, кстати, нашли клад. Скорее всего, не его, но тоже тех времен. То есть это очень такая интересная, абсолютно легкая история. Там есть, если уж говорить о кладах, есть истории про клады в подземных адах Черниговского скита тоже, которые, может быть, чуть-чуть разочаруют некоторых читателей эти истории. О том, что да, клады были, да, они были найдены, но только они оказались не теми немножко кладами, о которых говорилось, но они не стали от этого менее привлекательными. То есть есть истории о каких-то конкретных людях, о которых мы вообще не могли знать. Например, история генерала Карбышева, которая, он тоже отметился в Сергеевом Пасане. Это удивительно, потому что герои такого масштаба, герои страны, это уже наши, по сути, свои современники, недалекие. Они тоже были в Сергеевом Пасане, тоже отметили здесь. И мы сегодня можем говорить об этих историях. Да и любая из 20 историй, они очень разные. Они просто очень разные. И мы, знаете, например, вот я поймал спи на мысли, что сам несколько раз задавал такой вопрос, ну, не кому-то лично, а вообще в принципе, вот в пустоту, почему в Трое-сероговой лавре есть могила, например, Ивана Рамейко. То есть даже удивительно не то, что она там есть, а удивительно то, что она там сохранилась после революции, когда в принципе в основном многие были зачищены. Вот тоже об этом можно прочесть. Удивительные истории, они не всегда детективные, они не всегда побуждают тебя пойти, побежать искать клад. Но они интересные. А то, что интересно, это абсолютно точно. Вот мы такие истории, они очень разные, какие-то про людей, какие-то про события, какие-то просто про слухи, но их еще больше осталось, этих историй. И загадки, наверное, остались. Ну, вообще издания Сергея Посадских авторов могли бы стать хорошей визитной карточкой для того, чтобы представлять наш город, наш Сергея Посадский городской округ на других площадках, в других городах, в других странах. Вы правы, но вопрос, конечно, качества, вопрос качества. Безусловно. И для того, чтобы что-то напечатать, мы тоже должны понимать, что это должно быть в итоге все-таки интересно читателю, а не не узкому кругу специалистов, кто знает, понимает, кто может оценить это с точки зрения правильности подавшего материала, красивого языка, а с точки зрения массового читателя, которому просто это будет интересно. То есть это же задача. Не задача напечатать большое количество книг, поставить их на пол. Я уже говорил об этом. Задача все-таки сделать то, что интересно. Мы начали беседу с упоминаниями о книге про улицы Сергея Посадов. Так вот, она была издана таким большим тиражом и стала просто реальной библиографической редкостью. К нам тоже обращаются телезрители с просьбой, где бы достать эти книги, потому что там упоминаются наши родственники и так далее. Вот ее уже невозможно достать. Вот это тот пример как раз, когда книга была написана вовремя, правильно, и о правильных вещах, и правильным, простым, понятным, интересным языком. Вот такой подход, верный. Наверное, придет время, мы переиздадим вместе с автором и ту книгу, дополним ее, отредактируем ее еще раз, сделаем, может быть, еще более интересной. Но, опять же, редко. Все равно, наверное, будет правильный все-таки некоторый орел в редкости сохранить. Но я просто говорю в целом о том, что для меня, по примеру, это новое дело. Это первое мое участие. Оно, может быть, не самое большое с точки зрения содержания книги. Но в целом идея, в целом редактура, руководство проектов, я впервые этим занимаюсь. Поэтому очень хотелось бы посмотреть, какая у вас все-таки будет реакция. Если она будет нормальная, то эмоции, они не дадут нам возможность остановиться только на этом. Книга вышла, это такое событие, с которым действительно можно поздравить и вас, и всех наших жителей. Теперь ей предстоит путь к читателю. Каким образом читатели могут встретиться с этой книгой в библиотеках, либо где-то можно ее купить? Я думаю, что это будет выглядеть следующим образом. Как только режим самоизоляции, связанный с проклятым коронавирусом, чуть ослабнет, мы проведем презентацию книги, и тогда уже будет понятно, как ее можно будет получить, прочитать. И там, наверное, мы о дальнейших наших каких-то планов объявим. Естественно, ее можно будет купить в наших магазинах. Она достаточно приличным тиражом издано, 5 тысяч экземпляров. Поэтому ее, я думаю, даже если все захотят ее, все, кто практикует домашнее чтение, захотят почитать, будет такая возможность. Так что пока мы все-таки планируем, что это книга для массового читателя, а не для тех, кто свою улицу может увидеть. Поэтому мы в публичном пространстве, потому что это секреты делать не будем. Сейчас, может быть, она в не самое удобное время вышла из печати, два дня назад, как раз завтра, условно говоря, бессмысленно было бы проводить презентацию. Но ничего страшного, хороший материал, он не попадет, отлежится. Я думаю, что мы на майские праздники, после майских праздников об этом поговорим поподробнее, о содержании, о планах наших на будущее, о всем, что с этим связано. — Скажите, пожалуйста, планируется ли издать эту книгу в других форматах, например, как аудиокнига или в электронном варианте на сайте? — Жизнь нас сейчас толкает к тому, что вообще все должно быть оцифровано. И если работа наша будет продолжаться, то, конечно, мы перейдем ко всем современным методам подачи материала. Но я, например, не очень воспринимаю электронные версии книг, даже аудиокниги. Мне вот нужно, чтобы что-то было в руках. Мне нужно обязательно бумага, потрогать ее, полистать. Есть ли? Я не воспринимаю. Но близкие мои вокруг, все читают электронные книги наряду с бумажными. Всем нужно дать возможность получить информацию. И, конечно, все источники в идеале, все исторические источники, все справки, все должно быть в идеале оцифровано. И чтобы к этому имели доступ вообще все. То есть тут, конечно, речь идет не про бизнес, не про написать книгу и заработать. Тут у нас немножко все-таки другая история. Максимальное количество читателей получило доступ, чтобы все могли почитать, поделиться, дать нам какую-то обратную связь, чтобы мы дальше могли двигаться, понимая, что у нас эта работа востребована. Мы вот больше на это сейчас не теряемся. Ну, действительно, настоящую живую книгу, которую можно подержать в руках и полистать, наверное, ничего не заменит, даже при наличии всех современных способов донесения информации. Я поздравляю вас и всех нас с выходом этой книги. Я думаю, что путь ее к читателю будет недолгим. Закончатся временные трудности, и мы сделаем полноценную презентацию. Спасибо. Мы очень постараемся. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо вам. И я с огромным удовольствием вам тоже хотел бы передать один из первых экземпляров. Конечно, я не скрою, мне очень интересно именно ваше мнение как читателей, мнение ваших коллег с телеканалом. И Сергею Евгеньевичу тоже обязательно передайте, пусть прочтет. Для нас это, конечно, очень важно. Ну, а уже на презентации можно будет, наверное, попросить автографы у автора текстов, у всех, кто к этому приложил свою руку. Спасибо вам. Благодарим. Это очень ценный подарок. Он, безусловно, пригодится в нашей работе и при съемках фильмов, и репортажей. Поэтому встретимся на презентации. Обязательно. Спасибо.